Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал Своя Загласка. Сегодня на обзоре семенная ампельная петуния Опера Супрайм Блю. Как всегда, обратимся сначала к описанию петунии серии Опера. Высота растений 10 сантиметров, длина побегов 1-1,2 метра, форма куста шаровидно-каплевидная, размер цветка 5-6 сантиметров, форма цветка классическая, граммофонная, цветовая гамма очень разнообразная, назначение вертикальное и горизонтальное озеленение, период цветения в средней полосе России с июня до начала сентября, в южных регионах с конца мая до октября, способы размножения семенами и черенкованием. Устойчивость к наиболее распространенным заболеваниям высокая, петуния серии Опера меньше других петуний требовательна к продолжительности светового дня. Для хорошего развития растения требуется не менее 10 литров грунта. Теперь давайте примерим общее описание серии конкретной расцветки. Я прокомментирую каждую характеристику с позиции личного опыта. Здесь отмечу, что мое мнение может не совпадать с вашим по ряду причин, а в частности из-за разных условий произрастания, в том числе климатических, и из-за разных технологий выращивания, в том числе и рассады. Итак, Опера Супрайм Блю. Очень легко делать обзор на любимые сорта. Выращиваю эту петунию третий год и обязательно буду повторять на следующий сезон. Но надо знать некоторые нюансы, из-за которых сорт может не раскрыться в полную силу. С этого неудачного опыта я и начну. Вот эти кашпо с Оперой Блю и Будрой Плющелистной знают все мои постоянные зрители. Здесь я совершила большую ошибку, выбрав такое соседство. Ампельная петуния требовательна к объему грунта. И правильно пишут в описании серии, что надо дать ей 10 литров. Можно, конечно, и 7-8, но только индивидуально, без компаньона. Здесь ведра на 12 литров и будра захватила все свободное пространство, цепляясь воздушными корешками за поверхность грунта. Все лето в этих кашпо шла борьба за влагу и питание. Петуния, имея только лишь одну точку роста, была постоянно в проигрыше. Вот в этом ведре Опера Блю тронулась в активный рост раньше будры и поэтому выглядит лучше, чем вот этот экземпляр. Здесь наоборот, рассада петунии была меньше будры и первенство определилось еще с мая месяца. Хорошо, что я знаю потенциал этой петунии по двум прошлым сезонам и сразу поняла в чем дело. Однозначно, петунию с будрой больше высаживать не буду. Вот экземпляр 2018 года, 8 литров. А вот этот красавец рос в прошлом году в 7 литрах, без омолаживающей стрижки до октября. Правда, поливать ему приходилось в жару 2 раза в день. Все же 10 литров это лучший вариант, хотя бы уже для того, чтобы облегчить себе уход за растением. Это то, что касается объема грунта. Пойдем дальше. Устойчивость к болезням, на мой взгляд, неплохая. Учитывая, что петуния в принципе склонна к грибковым заболеваниям, при регулярных обработках эта петуния меня не подвела. К дождю устойчивость ниже среднего. Как и у многих петуний, цветочек намокает и раскисает при затяжных дождях. Ну, как и опера белый, конечно, у оперы блюд цветочки тоненькие и они не очень хорошо держат дождь, сразу поникают. Вот сейчас только буквально, наверное, час или два назад закончился дождь. Вот так вот она выглядит. Плети гибкие, как и свойственно настоящей ампельной петунии. Поэтому более устойчивы к сломам при сильном ветре, чем, например, у каскадных петуний. Я живу в Нижегородской области и эта петуния в нашем умеренно континентальном климате действительно наращивает метровые плетьи. И за это очень любима мною. Форма куста, как и сказано в описании, шаровидно-каплевидная. На мой вкус идеальная, так как люблю подвешивать петунию для любования на уровне глаз. Размер цветочка при замере получился 5,5 см. Цвет глубоко насыщенный, чисто синий, без примеси фиолетового. Из синих петуний моя любимая. Очень красиво сочетается в цветочных миксах. Вот здесь петунию оперу блю я сочетала с оперой лавендер. А вот здесь эта петуния очень изящно смотрится среди листвы декоративного батата. Но и эффектнее всего, на мой взгляд, синицы цветы этой петунии смотрятся в открытом грунте на зеленом фоне отсветших пионов, лилейников и остильбы. Цветет гораздо дольше, чем в описании. С начала мая до начала или даже до середины октября, то есть 5-5,5 месяцев. Подтверждаю особенность этой петунии расти в ограниченном солнечном освещении. Вот этот экземпляр рос только на утреннем солнце. Прямые солнечные лучи до 11 часов утра. После этого полная тень до вечера. Размножаю этот сорт как семенами, так и черенками. Надеюсь, обзор этого сорта поможет вам проделиться с выбором семян петунии на следующий сезон. Тем более, что не все еще сделали свой заказ. А на сегодня это все. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok